Астамбек Ахметович, спасибо большое, что согласились встретиться с нами накануне вашего юбилея. Буквально скоро вам исполнится 70 лет, и большую часть своей жизни вы посвятили служению государству. Вы довольно-таки известная публичная личность, и сферы вашей деятельности настолько разнообразны. Но вы знаете, накануне такой даты можно несколько личных вопросов задать? Мы о вас довольно много знаем. Расскажите, пожалуйста, об Астамбеке Ахметовиче людям то, что мы не знаем, что мы не видим. Что бы вам хотелось рассказать? Я довольно мягкий человек. Вот когда я смотрю фильм, и вообще по жизни вижу, когда страдает женщина, там, ребенку больно сделали, и женщина плачет. У меня аж, знаете, вот я... У меня такое желание сурово наказать, физически наказать того, кто обижает, там, ребенка заставляет и плакает. Тем более женщина, когда страдает. Это очень тяжело смотреть на это по жизни. Вот у меня особое отношение к женщинам. Я был маменькин сынок. Почему маменькин сынок был? Потому что я маму настолько любил, и люблю ее, и до гробовой доски буду любить, хоть она ушла из жизни. Что по нашим кавказским меркам, вот я как пацан, но я будущий мужчина, я не должен ходить там в воду, приносить, мыть полы, там, стирать. Я все это делал, чтобы помочь моей матери. Слово матери для меня было закон. Слово матери отца закон было, и мне в голову никогда не приходило осуждать, и тем более говорить, что у меня своя жизнь, и в местной жизни вообще за такое дело меня... Я сам себе свою физиономию избил бы. Мать меня в руках, в руках родила, воспитывала, сама недоедала, из меня человек одел, и отец, и мать, и я потом щенок буду там вякать, что моя жизнь. Моя жизнь никогда не будет, пока родители... Они должны быть проводниками моей жизни. Потому что никогда ни мать, ни отец ни дурному тебя не научат. И вот я однажды... Ну, я, наверное, был очень прав. Мама, ну ты же не понимаешь, ну как это? И повысил голос на нем. И она заплакала. И сказала, я никогда не думал, что на сын у меня повысит голос. Вот я клянусь, я не помню, что это было. Она давно забыла. Я говорю, мама, я никогда в своей жизни не прощу за то, что повысил на себе голос. И до сих пор я себя вот корю, почему я вот так не сдержался. Казалось бы, я живу все-таки не в деревне, в город, хотя я до 14 лет в деревенске, пацанами в деревне был. Пас, там, коров, копал огороды, значит, полол и так далее. Да, я все умею делать. Ну, живу в городе, а моя душа там в деревне. Я вообще очень деревенский человек, меня очень тянет к земле. Но пережить вот это, равнодушно смотреть, да, ну, все в жизни так идет. Я этого не могу. Я вот постоянно переживаю. Я на договоровую доску буду переживать. И своих детей я воспитываю, чтобы они были такими. Они должны знать, кто они есть, должны знать свои традиции, должны знать свою фамилию, должны знать, что за ними смотрят, и чтобы они достойно представляли и фамилию, и представляли меня, и представляли народ, который, к великому сожалению, постоянно демонизируется. Сланбек Ахметович, как я понимаю, ваша семья тоже не избежала периода сталинских репрессий, часть своей жизни вы провели в Киргизии. Остались ли какие-то воспоминания об этом периоде? Вы знаете, ну, что такое Киргизия? Ну, как будто это же все-таки вторая родина. Лучшие годы мои детские прошли там. То, что мы не умерли от голода, это чудо просто. Ну, мы должны были умереть, и я, и брат мой старший, старшая сестра, потому что есть было нечего. Те, которые были сосланы туда, даже ссыльные, так называемые кулаки, они тоже очень тяжелое время пришли, особенно вот шла война, 44-е годы, мы нас выслали, мне тогда два года было. И вот нашла старые фотографии, которые мы принесли, кто-то нас фотографировал, вот такое пузо у меня от постоянного голода, опухшее, кривые ноги, рахит. И такое, по-моему, выражение вечного голодного птенца какого-то. Это вот такое выражение. Мы ели, вот, ну, вы не знаете, что это такое, жом, это жом, знаете, это, когда свеклу чистят от кожуры, там, барбаны, сахар, который делают, мы буряки называем. От него что-то оставалось, скот кормили, ну, а там же содержание сахара было, мы ели, и это макуха, это когда подсолнечное масло выжимает, остается шелуха, вот это, а из него делали такие кирпичи, которые дальше по голове убьешь его. Грызли там макуху, все к хорене, знаете, мы ели выжили, и это было все в Киргизии. Ну, и Киргизии, и им сами не удерживало было. Мне так хотелось посетить то место, где прошло мое детство, уже давно никогда не было. И когда я приехал, конечно, в моем понятии широкая улица была, там, большие деревья, посмотрел, все такое газо, вот, совершенно другое. Ну, милое сердце моем было, и я очень переживаю то, что сейчас происходит, там, очень хочется, чтобы в консенсию пришел мир, чтобы жулики, которые рвутся не ради служения самого народа, а то, чтобы до власти и деньги, деньги и власть, чтобы им поставили заслон на их пути, чтобы люди нормально жили. Кстати, значит, мы тогда жили в село Сталинска, Сталинского района было, сейчас это Заводский район. Оттуда вышли, значит, Аслаханов и вышли великие боксеры, братья Кличковы. Какое событие в вашей политической карьере вам кажется наиболее значимым? Я думаю, что разделено на две части. Первая моя политическая карьера – это то, что, когда началась военная кампания в Чеченской республике, видит Господь Бог, я все сделал, все сделал, что мог. Я делал все, возможно, для того, чтобы помогать беженцам и помогать тем, которых абсолютно безосновательно, не имея на то никаких оснований, их задерживали, держали где-то, терзали, пытали. Я освобождал их, слава Богу, находил во многих случаях вообще язык, и вот я доходил и до, чуть не до стрельбы, вот, и первой военной кампании, и второй военной кампании. И я думаю, что, хотя меня многие упрекают, почему я не баллотировался президентом, то, что когда Кадыров шел на выборы, и мы с ним, это наш уже личный там разговор, меня просто завел, я поехал там, начал регистрироваться. Хотя я прекрасно понимал, что в этой ситуации Кадыров Ахмад Хаджи взвалил на себя такую ношу, которая была ни по плечу ни мне, ни другим. Он был все время там, он знал ситуацию, он прошел этот ад, и никто из нас не подходил на эту должность, как подходил он. И я рад тому, что в моей политической карьере так получилось, что я работал помощником. Путин предложил мне должность помощника своего, и сказал мне, я говорю, знаю, как ты переживаешь со своим народом, пишешь очень много о том, что там происходит, правильно требуешь, но я тебе даю такую власть, что ты можешь любого, кого там нужно призывать, ставить на место, требовать и так далее, и так далее. И я должен сказать, что практически я очень много с различными инициативами выходил на Путина, и Путин в нем находил поддержку. Я думаю, какая-то лепта в то, что стабилизация произошла в этой республике, она львиной долей приходится на Кадырова Ахмада Хаджи, который знал, что его убьют, знал, что он принес себе в жертву собственного народа, но он много делал. И думаю, что и моя заслуга тоже стабилизация обстановки и возвращение в ЛОНа Российской Федерации и региона и создание института власти, наверное, тоже. Моя доля там есть. Я очень надеюсь, что меня, хоть я не говорю, что хвалить, я вообще не люблю это хвалить, но хотя меня ругать не будет из-за того, что я бездействовал в это тяжелое для моего народа время. Продолжая тему СКФО, и в частности Чеченской Республики, вы уже знаете о проблемах не понаслышке. Как вы оцениваете путь в прошедшей республике за последние 20 лет? Можно сказать огромное спасибо Кадырову-младшему Рамзану, который разрушил механизм восстановления экономики в социальной сфере Чеченской Республики. Он разрушил ее. Потому что наши чиновники, которые выделяли деньги на восстановление Чеченской Республики, из-за Садового кольца эти деньги, как правило, не выходили, все крутили здесь. Чуть-чуть попало туда. Планили до 2020-25 года восстановить республику. А Рамзан разрушил это. Он когда стал и премьер-министром, потом и президентом, он развернул такую работу, что из полностью разрушенной республики он создал самый красивый город в Российской Федерации. Никто не смог бы этого сделать, то, что сделал. И там обвиняют различные выходки, у Кадырова там есть. Я хотел бы, чтобы такие выходки у других были. Вот у него выходка. Он решил, в мире никто этого не делал, он решил сделать субботник по очищению территории Чеченской Республики. От хлама, от грязи, которая все застаряла. Субботник, который длился месяц. Потому что самое жаркое время было. Жара под 40 градусов. С восходом солнца до темноты люди работали. Выходили, работали, чистили город. Убирали все. Сотни тысяч тонн там всевозможных хлама, который был и в городе, и в районах, и на всей территории. Чисто стал. Нигде этого нет. Ни в одной стране мира этого сделано не было. Если и у каждого у нас есть недостатки, значит, жалуются, вот я когда привезу, жалуются, что тяжело с бизнесом. Очень много проверяющие, которые ведут себя очень некорректно. И есть коррупция, как у всей Российской Федерации. Но я хотел бы, чтобы, когда выявляется такой факт, реакция на коррупционера была такая же, как у Кадырова бывает. Я приведу вам несколько случаев, когда рабочие пожаловали с ним, что нет, деньги нам три месяца не платят. Он пришел в ярость. И руководителю сказал, так послал домой, а ну-ка, посмотри, как он живет. И он, ну такое наказание, все, что у него было, значит, он вернулся, рассчитался со всеми, все, что он наворовал, у него забрали. И потом уже дальше, пускай, там судебная система занимается. То есть реакция очень серьезная, но, конечно, та болезнь, которая в целом в России есть, в области коррупции, она не может обойти ни Чечню, ни Дагестан. Везде есть.